Вениамин Кондратьев посетил морской порт. Он посмотрел работу в досмотровых зон и зал ожидания. Очереди на паром для высокого сезона небольшие. Об этом говорят сами люди, направляющиеся в Крым. Сколько едете? Нет, полчаса всего стояли. Совсем не уложили. А в целом оттуда выехали? Из Москвы. Так. А вы или сколько пробыли? Ну, полчаса. Ну, 30-40 минут. А там условия комфортные? Да. Покушать, перекусить, а солнышко спрятать? Все, все понравилось. Знаете, вот если вы были с края, я вообще подумал, что раз Москва, вы правду говорите. Нет, и дороги хорошие, прям с удовольствием ехали. Очень понравилось. Все понравилось. Да. Губернатор посетил и перехватывающую парковку в поселке Ильич. Там легковые автомобили и фуры ждут своей очереди на паром. В разговоре с Вениамином Кондратьевым дальнобойщики пожаловались на условия ожидания. По их словам, по сравнению с такой же парковкой в Славянске-на-Кубани здесь не хватает точек питания, а посадки на паром иногда можно ждать сутки. В отличие от легкового транспорта, который пропускают быстрее. Вениамин Кондратьев потребовал разобраться в ситуации руководителей морской дирекции. Мы сегодня говорим, что с паромами проблем нет. У нас ни с чем проблем нет. На совещании прозвучало ни с чем проблем нет. Но если не двое суток устроили в Славянске и здесь до восьми часов, то не трое суток прибирается до Крыма. А не правы в чем? Что там тоже питание, которое нужно и детям, в том числе там, на Крыму. У нас был очень большой поток легкового транспорта. А мы давали приоритет легкового транспорта. Сегодня же глава региона в порту Кавказ провел заседание антитеррористической комиссии. На совещании обсудили вопросы безопасности строительства Керченского моста и охраны энергомоста в Крым со стороны Кубани. Губернатор подчеркнул, что все стратегические объекты взяты под круглогодичное видеонаблюдение охрану. В случае аварии на энергомосту устранять неполадки готовы сотрудники специальных служб всего тысячи человек. Те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, они сегодня настолько важны не только для региона, для страны. Поэтому проблему и проблематику многие из вас знают. И важно, чтобы мы подошли к конкретной точной программе и алгоритму решения. Многие вопросы, которые сегодня будут выноситься, они могут быть решены только при условии самых главных действующих здесь лиц. Это две стороны. Это Краснодарский край и Крым. Вот мы две стороны вместе даже сегодня сесть и превратиться в одну общую сторону. Мы строим и все строится благодаря мощи, экономической мощи России. А наша задача с вами здесь сделать так, чтобы эту мощь не обрушить. По итогам заседания антитеррористической комиссии было принято решение усилить охрану в порту Кавказ и досмотр грузовых автомобилей, двигающихся на косу Тузла, где идет строительство Керченского моста. Гелена Афсицына, телекомпания ФКТ.